Арджуна сказал, ты говорил о душах, которые верно служат тебе. Ты рассказывал и о йогах, которые растворились в твоем сиянии. Кто из них, по твоему мнению, ближе к тебе? Всевышний ответил, о, завоеватель сокровищ, безусловно, Ближе мне тот, кто с любовью и искренностью служит мне, Кто связан со мною личными отношениями. Но и те, кто обуздал чувства и равно расположен ко всем, Кто пребывает в вечном, вездесущем, неизменном сиянии, А также те, кто трудится на благо других, И те, кто желает раствориться в моем сиянии, Испытывают большие неудобства, Как в начале, так и в конце пути, Поскольку для сознания неестественно бездействовать. Но те, кто каждый свой поступок совершает ради меня, Полагается только на меня, Служит мне с любовью и преданностью, Позабыв о личной выгоде и отречении, И поклоняется мне одному, Я быстро вызволяю из океана смерти и страданий. Мыслями всегда будь со мной, Помни обо мне постоянно. Если я войду в твое сознание в миг смерти, Ты будешь приглашен в мою обитель, Не сомневайся. Если ты не можешь постоянно думать обо мне, Пытайся вспоминать обо мне, Время от времени. Если не можешь вспоминать обо мне, Посвящай мне свою деятельность, Так ты тоже достигнешь совершенства. Если не можешь трудиться ради меня, Научись хотя бы отказываться от плодов труда, Так ты обретешь умиротворение и свободу. Свобода лучше, чем узы отношений в призрачном мире. Но узы отношений со мной лучше, чем свобода. Кто связан узами отношений со мной, Для того мирские радости и даже свобода Теряют привлекательность. Кто никому не причиняет зла и дружелюбен ко всем, Кто сострадателен к попавшим в беду, Не считает семью, детей, жену, имущество И положение в обществе своей собственностью, Кто не гордится своими достижениями, Не возмутим в радости и горе, Терпелив, удовлетворен тем, что у него есть, И не стремится заполучить и больше, Кто служит мне с верой и решительностью, Всегда помнит обо мне. К такой душе я отношусь с любовью. Кто никому не причиняет беспокойства И сам всегда сохраняет спокойствие, Кого не привлекают радости призрачного мира, Кто не испытывает ненависти, страха, возбуждения, Тот, безусловно, дорог мне. Кто не связывает свою судьбу с бренным миром, Всегда безмятежен, честелом и духом, Умел в делах и не использует других Ради собственной выгоды, Тот действительно дорог мне. Кто не ликует, обретя мирские богатства И не впадает в уныние, потеряв их, Кто не печалится, не достигнув желаемого, Не скорбит лишившись имущества, Кому нет дела до греха и праведности, Тот очень близок и дорог мне. Кто одинаково относится к друзьям и врагам, Почету и бесчестию, Жарею и холоду, Успехам и неудачам, Кто не прельщается мирскими достижениями, Немногословен, Доволен тем, что имеет, Не привязан к домашнему очагу И не допускает низменных мыслей, Кто бесконечно предан мне. Того я почитаю, Как своего возлюбленного. Я преклоняюсь перед теми, Кто избрал для себя Путь безусловной преданности мне. Кто во всем положился на меня И для кого я Единственное убежище. Бхагавад-гита Ши-шимат-бхакти Рапшака Шридхарады Вагасани Махараджи Глава 12 Путь преданности Рапшака Шридхарады Рапшака Шридхарады Рапшака Шридхарады